Кто бы что ни говорил о внешности значимый параметр фактически для каждого человека, ведь встречают именно по одежке, но максимальную роль приятная обложка играет для публичных персон, в том числе и для наших с вами любимых авторов видео. Сейчас мы посмотрим, кто из них не позволяет тебе заплывать жиром и действительно беспокоиться о красивом внешнем виде. Добро пожаловать на Телблог.нет и сегодня у нас на повестке дня ТАП 10 ютуберов, которые следят за фигурой. Десятое место. Маша Вэй. У кого-у-кого, а у Машки никогда не было особых проблем с фигурой. Она умело держит образ одной из главных красавиц нашего ютуба. Но разве есть идеальный человек? Маша, например, не любит отказывать себе в еде и даже ночью может заточить какую-нибудь вкусняшку. Правда, так было раньше, а пару месяцев назад, когда ее вес скакнул почти до 60 килограмм, юти-блогерша взяла себя в руки и довольно быстро скинула лишнее, следуя нескольким простым правилам. Следующее правило, это то, что я не ем после шести вечера. Девушка просто ограничилась в питании и решила не утруждаться физическими нагрузками. Наверное, только поэтому подписчики отвели ей десятую позицию. Девятое место. Ян Го. А вот Ян Гордиенко последнее время ударился именно в спорт. Никакие диеты ему и даром не нужны. Зато подтянуть физуху это всегда хорошо. Еще летом он взрывал банки и прокачивал спину, умирая в спортзале. А недавно блогер начал подготовку к октябрьскому полумарафону. Аж 21 километр на секунточку. Чтобы преодолеть такую недетскую дистанцию, пацан каждое утро наматывает многокилометровые круги и надеется на достойное выступление во время мунхенского забега, чего ему и желаем. Восьмое место. Иван Гай. Ты ведь узнал, парня, вместе с которым Ян Го подел в качалке. Да, это тот самый Иван Гай, который уже как год пропал с YouTube Радаров. Зато известно, что летом он был в Киеве и свои каникулы провел весьма продуктивно, сгоняя лишний жирок на тренажерах. Даже если не брать во внимание человеческие подуги Ванька в зале, все можно понять по фоткам. Сам сравни кабину со снимка полуторагодичной давности с его сегодняшней мордахой. Реально же скинул. Приводит себя в порядок перед возвращением? Как считаешь? Седьмое место. Юлик. Оказывается, господин Онежко умеет не только давать в голосину с чужих видосов, но и таскать тяжести. Отпокал у Столярова за все блогерское сообщество. Магер, что называется. Это результат 5-месячных тренировок в качалке, до похода в которую Юлик весил 79 килограммов. Вроде бы и немало для его метра 83, но менее чем за полгода занятий пацан набрал почти пятнашку. Жесть просто. Ты посмотри, что эта машина делает ногами. Я думаю, можно еще по десяточке. А сейчас он, по-моему, еще больше потянул физуху и готов покорять противоположный пол своими руками-базуками. Прошу заметить, без синтола и ГМО. Шестое место. Приятный Ильдар. Вот этот парень абсолютно точно и очень основательно взялся за фигуру. Ильдара часто задевали, да и сам он нередко шутил по поводу своего жирового спасательного круга. Но шутки шутками, а рано или поздно все равно это безобразие нужно убирать. Да и вообще, его канал начинался именно со блогов о похудении. Ну а тогда как-то не срослось или не до конца захотелось. Короче, ты понял. Даю себе цель за 10 недель похудеть на 20 килограмм. Если я этого не сделаю, то надо дать какую-то вот мотивацию мне, что ли. Ну я не знаю, придумайте что-нибудь сами, какую-нибудь самую жесткую жесть. Напишите в комментарии, я это сделаю на самом деле. А вот пару месяцев назад блогер хорошенько скинул вес. Но мы все удивились, когда увидели эту парочку фотографий. Минус 10 килограмм, как с куста. Разумеется, все было не так уж легко и просто, но главное это результат. А он есть и очень хороший. Мотивацией для меня был я сам. Пятое место. Russia Power. Сэгил способен не только пройтись крепким словечком по очередному творчеству фейса, но и заехать в морду какому-нибудь сбитому пареньку. Кто знал штриха в черных штанах? Да это Russia Power, который уже давным-давно занимается боевыми искусствами. А еще блогер регулярно посещает зал и наглядно демонстрирует силу своих бицепсов на панчер-машине. Бра! Радует, он понимает, что помимо фигуры нужно следить еще и за другими, не менее важными вещами. Шахматы заебись, заебись. Понимаешь, силой может быть не только физическое, но и интеллектуальное. Четвертое место. Николай Соболев. То, что универик Оля занимался бодибилдингом и весил больше центнера, факт общеизвестный. И хотя с тех пор прошло уже немало времени и утекло много мышечной массы, Соболев продолжает следить за внешним видом. А по-другому и быть не может смазливый потянутый парень часть его образа, поэтому приходится потеть в спортзале. И надо признать, результат виден. Костюмчики на коле сидят отлично. Ну и разумеется, результат замечают подписчики нашего паблика ВК, которые поставили блогера на приличную позицию. Однако давний соперник все равно его обскакал. Третье место. Афоня. Андрюха уже как год активно пашет в качалке и прикладывает кучу сил для того, чтобы руки-базуки были не только у него в пародии, но и в жизни. При том, как и у Юлика, натуральное ручище с мясистой такой бицухой. Ну и спину тоже не забывает раскачивать. А недавно Андрей открыл для себя еще и бои без правил, так что нет сомнений, что через каких-то 3-4 месяца в Афоне будут не только красивые формы. Он научится их мощно применять на практике, главное не перестараться. Учитывая, что тренировки практически ежедневные, на них я трачу 2 часа времени, плюс дорога еще занимает 2 часа, и плюс питание распорядок дня. Тяжелый путь, который я намерен преодолеть. Второе место. Хованский. Да, именно так Юрец серебряный призер в топе ютуберов, которые следят за фигурой. Еще в начале этого года такой расклад было просто невозможно представить, а сегодня уже реальность. Все благодаря силе воли. Хованский смог собрать ее в кулак, учел наставления врачи. И в середине апреля аж на 3 месяца полностью отказался от бухла. Для Юра, который регулярно дегустировал всякое пойло, это серьезный поступок. Социальный эксперимент. В общем, мне нельзя пить. И кто скажет, что нет эффекта? Сейчас в итоге я скинул 13 кило. Надеюсь, что по мне это видно. Но мог бы скинуть больше, потому что я в разное время забивал на... Вот либо на здоровое питание, либо на какую-то физическую активность. Посмотри, какой Хова теперь стройняшка. Всем привет, дамы и господа. С вами Юрий Хованский. Ему бы подкачаться немного и будет супер. Ну и первое место Фрост. Ну а морозилке качаться не нужно, поскольку все необходимое он уже и так накачал. Разумеется, естественным способом. Более того, Юра также катается на велосипеде, сноуборде, порой закаляется. Да и в принципе предпочитает активное времяпровождение. Вот тебе живой пример того, что можно в игры играть и видосы монтировать, и при этом круто выглядеть. Это оценили подписчики нашего паблика ВКонтакте, среди которых каждый третий из проголосовавших отдал свой голос за Фроста. И кстати, за идею выпуска спасибо новостному каналу Ютуб Чо Там. А кто из ютуберов, по твоему мнению, больше всего внимания уделяет фигуре? Пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на наш канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и конечно же, загляни обязательно в наш паблик ВКонтакте, где мы уже обсуждаем новые темы для наших видео.